Теплая погода и лужи как бы намекают. Весна уже не за горами. Специалисты прогнозы делать не спешат и готовятся к самому худшему варианту развития событий. 26 февраля провели смотр техники, которая в случае необходимости отправится на место бедствия. Здесь есть все от лодок до машин тяжелого класса. Например, эта аварийно-спасательная машина может на несколько дней стать домом для спасателей. В ней все необходимое. Мобиль укомплектован еще жилым модулем на 30 человек. У которого имеет своя климатическая установка, то есть что зимой, что летом. Эта установка может применяться зимой, соответственно, для отопления, летом для вентиляции, кондиционирования. Он тоже здесь есть. Также здесь есть штатный, но его, к сожалению, не видно, штатный генератор на 15 киловатт, который может обеспечивать определенную работу даже небольшого передвижного пункта или, может быть, какого-то оперативного штаба. Опробовать в деле эту машину пока не пришлось. Работали с ней только на учениях. А вот гидроциклы и лодки выручат спасатели не первый сезон. Всего в оперативном подчинении у главного управления МЧС 30 плавательных средств и еще без малого 20 в случае необходимости готовы предоставить жители республики. К поводку готовы и техника, и сотрудники МЧС. Если говорить про количественный состав, всего более 3000 человек. Общий количественный состав располагаемый, как мы говорим, уже не только главного управления МЧС, а в целом республиканской системы по реагированию на чрезвычайные ситуации, наши все звенья РСЧС и федеральные, и региональные, и местные. Последний раз сильный поводок был в 2012 году. Тогда подтопило даже те села, которые находятся далеко от рек. В прошлом году обошлось без сильного подтопления. Как поведет себя большая вода в этот раз зависит от капризов погоды и других факторов. На сегодняшний день мы готовы к реагированию. Как я уже сказал, для нас самый такой вариант масштабный это 2012 год. И согласно этому сценарию мы ежегодно готовим наши средства. И не только мы, в том числе и муниципальное образование. В зоне потенциального подтопления 18 районов республики, 78 населенных пунктов, в которых проживают 10,5 тысяч человек. В шести районах, в том числе и в Саранске, находятся 15 низководных автомобильных мостов, за которыми во время паводка усилят наблюдение. В случае возникновения угрозы среагирует оперативно. Ольга Данилова, Евгений Фролкин. Народные новости.